Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Избавить Зальня. И сейчас мы с вами свяжем цветок подсолнуха. Субтитры создавал DimaTorzok Вязать наш цветочек будем из акрила, черного и желтого. Основание подсолнуха вяжем черным. Буквально 5 рядочков на 30 иглах. Если мы будем вязать спицами, просто вяжем прямоугольник. 30 петель на 5-6 рядов, не больше. Серединка не должна быть очень большой. Причем начинать мы будем желтенькой. Делаем начало желтым. Любым способом делаем начало, но лучше обвив. Обвив, потому что он загнется. Это то, что нам нужно. Немножко загнутый край. Он нам будет украшать наш подсолнушек. Можно... Ну, зеленый-то не надо, конечно. Зеленый подсолнухи в середине цветочка зелени никакой нет. Поэтому желтенький. Буквально пару рядочков мы... Буквально пару рядов провяжем желтым. На спицах делаем то же самое. Два ряда желтым. Так, причем вот этот желтый мы можем оставить и не снимать. Потому что будем делать обвеску прямо этой ниточкой. Убираем ее в сторону. Берем черную серединку и вяжем 5 рядочков. Много не надо, потому что серединку подсолнуха, ну, не должна быть очень большой. Если вы хотите... Ой. Хотите большой, вяжите большой. Я очень большой вязать не буду. Раз. Четыре. Пять. Ну, пускай будет шесть. Если будет очень мало, то же непонятно, что это за цветочек. Теперь делаем стяжку. Если вы вяжете спицами, делайте убавку массовую. То есть каждые две петли провязываете вместе. Получается количество петель в два раза меньше. Вы делаете убавку полотна. То есть каждые две петельки провязываете вместе. Я сделаю пересадку каждой второй петли на соседний угол. Для того, чтобы сократить количество петель на стяжку. Это один из вариантов. На самом деле серединку подсолнуха можно вывязывать несколькими способами. Я вам сейчас показываю вот такой вариант. Чуть плохо видно, потому что черный цвет. Все петли снимаем на соседние иголки. Провязываем один ряд. Это делается только для того, чтобы у нас меньше стяжка была в центре цветка. Теперь провязываем один ряд на свободной плотности. Если вы сделали стяжку на спицах, этого достаточно. Только посвободнее провяжите этот ряд. Если вы вяжете на машинке, то нам нужно еще один ряд провязать обязательно. У меня стояла пятая плотность. Сейчас я ставлю шестую. Даже седьмую. Чтобы было посвободнее. Тогда легче стягиваются. Петли будут втянуты гораздо проще. Отрезаю ниточку так, чтобы не можно было стянуть и сшить. Беру иглу. И снимаю петли на иголку. Это серединка подсомка. Я буду делать стяжку. Есть несколько способов увязывания серединки. Я вам сейчас показываю только один на этом цветочке. В курсе много цветов и вы можете воспользоваться другими методами вязания. Сейчас моя задача. Стянуть как следует. Видите, вот что у меня получается. Сделаю хорошую стяжку и сшиваю серединку. У меня получается вот такая вот деталь. Краюшек желтенький, серединка черная. Мне нужна будет лицевая сторона, поэтому лицо к лицу складываю. И сшиваю. Хорошенько стягиваю серединку. Чтобы этого не забыть. Стянула как следует, чтобы не было отверстия в середине. И сшиваю край. Получена вот такая деталь. Это серединка подсолнуха. Переворачиваем изнанкой к себе. И надеваем на 3 или 4 иглы. Смотря какого размера у вас подсолнуха. У меня будет 3 иглы. 3 вот этих вот черных протяжки. Которые у нас хорошо видны. Можно даже надеть так, чтобы захватить место соединения. Тогда мы еще и стянем само вязание, если было со сшиванием что-то не в порядке. Если вы вяжете спицами, все делается то же самое. Надеваете на спицы 3 протяжки. И вяжете вот этой же нитью, которая у нас осталась, 20 рядов. Минимум 20 рядов. Теперь надеваем на соседние петли. На иглы. И провязываем те же 20 рядов. Если вы вяжете спицами, делайте все то же самое. Провязали 20 рядов. И надели на спицы следующей протяжки. 20 рядов. Раз. Получаются такие чудные лепесточки. И таким способом обвязываем вокруг всю нашу заготовку. До конца. Лепестки уже видны. Можно даже больше 20. Видите? Это хуже не будет. Когда мы дошли до последних петелек, мы последнюю нашу надвязку надеваем на иголки. И не вяжем больше. На этом закончили. Соединение. Все. И закрываю вот этой же ниточкой. Не провязывая последние. Потому что если я сейчас еще провяжу 20 рядов, мне будет просто некуда девать. осталось только убрать ниточки. И подсолнух готов. Черная серединка, желтенькие лепесточки. Можно пустить второй ряд лепесточков между ними. Будет еще более такой насыщенный подсолнух. То есть мы берем, смещаем. Лепестки берем их вот не отсюда, а между вот этих отверстиях. То есть можем брать 3 петельки. Вот этих желтых, например, протяжек. Они хорошо видны, они свободны. И у нас будет вторым рядом вот такая вот обвязка. Тоже очень интересно. Можно сделать и еще более насыщенный подсолнух. Пожалуй, мы сейчас так и сделаем. Пустим вторым рядом. То есть я, конечно, ниточку отрезала, но сейчас я ее привяжу обратно. Скрепили, тут все закрылось. И берем те же 3 петли, надеваем между... Так, пожалуй, это сделаю здесь, чтобы не... Желтенькие протяжки у меня отлично видны. Их я и надеваю. Беру нитку и делаю все то же самое. Те же 20 рядов. Будет еще более интересный цветочек. И следующее. Смотрю, чтобы средней иголке соответствовала средняя петелька. Вот эта вот третья. И тогда у меня лепестки пойдут со смещением посередине. И будет очень интересно. Будет очень такой набитый, красивый цветочек. Второй ярус вяжется абсолютно аналогично первому. Спицами все делается точно так же. Ничего другого здесь нет. Все то же самое. Главное смотреть, чтобы теперь у меня... Так, это пойдет сюда, это сюда. Чтобы у меня петли соответствовали середине цветочка. И вяжу вторую обвязку по кругу. И вяжу вторую обвязку по кругу.